В поисках прошлого молодежь из Наринмара и студенты Архангельска готовятся к поездке в Пустозерск. Там 20 июля начнет свою работу эколого-краеведческий волонтерский лагерь Пустозерск-2015. Чем предстоит заниматься участникам экспедиции, об этом сейчас расскажет директор историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника Пустозерск Елена Меньшакова. Елена, здравствуйте. Ну и действительно хочется сразу узнать, чем будут заниматься участники. Ну, участников большая программа. В этом году впервые мы в лагерь привлекаем молодежь с 18 лет и старше. Лагерь проводится уже 18 раз, 18 год подряд. И в этом году ребята будут принимать участие в археологических экспедициях, в археологической экспедиции, которая будет заниматься раскопками на разрушенном участке культурного слоя Пустозерского городища на участке берег, будут расчищать дорогу из Пустозерска на Малый Бор, из Пустозерска на Гнилку, будут заниматься сбором и уборкой мусора с территории памятника, будут проводить работы в трапезной, что в охранной зоне Пустозерского городища, ну и еще целая серия других мероприятий, это что касается работ. Помимо вот такой деятельности, трудовой, запланирована и культурная программа. Мы планируем провести лекторий, причем занятия для ребят будут проводить и археологи, и специалисты нашего музея. Мы планируем, что будут и развлечения другого характера, естественно, волейбол на берегу, естественно, другие спортивные мероприятия запланированы. В целом, мы надеемся, что обязательно посетит лагерь художник Юрий Владимирович Еворик, который расскажет ребятам о секретах своего мастерства. Надеемся, что удастся посетить лагерь участникам фотостудии Блиц, которые тоже помогут научить ребят каким-то навыкам фотоискусства. Ну и не буду раскрывать всех тайн, там много еще чего у нас задумано. Надеюсь, что все получится. Сколько продлится лагерь и где будут жить участники? Лагерь полевой, жить они будут в палатках, в полевых условиях, так как это делают все работающие на пустозерском городище, поскольку вы знаете, что на памятнике строить ничего нельзя, и, естественно, только временное жилье, и то не на территории городища, а на берегу. То есть это вне зоны, значит, самого памятника. Условия самые походные. Кухня будет также полевая. Конечно, полевая кухня, все походные условия, причем ребята сами будут себя обслуживать, поскольку это уже не просто дети, это уже молодежь достаточно зрелая. Ребята, которым старше 18, некоторые там уже бывалые. Это касается особенно студентов Северного Арктического федерального университета, студенты-культурологи третьего курса, и они уже не первый раз на раскопку. Илья, но группа-то уже набрана? Группа, формирование группы завершается. Завтра окончательно мы заканчиваем прием заявок от наших ребят. Группа из Архангельска уже сформирована давно. Ну, я надеюсь, что все сложится. Но вы тоже участие приняете? Естественно, я буду принимать участие в экспедиции, в лагере. Но у нас одновременно, фактически, в этот период проходит несколько мероприятий. Помимо раскопок, которые начнутся на следующей неделе, открытие лагеря, который начнется 21-го, у нас будет еще экспедиция на Югорской сопке, археологическая экспедиция на Югорской сопке. И она стартует ориентировочно 21 июля. Спасибо, Лена, за интервью. Мы вам желаем хорошей работы.